Здравствуйте, обучающиеся. Я Беклухамед Авдукайм Азельмич, доцент кафедры генетики биологической факультеты. Наша сегодняшняя тема называется «Молекулярные маркеры». Целью настоящей темы является понятие обоснованных молекулярных маркеров, применяемых в геномных исследованиях. Сегодня мы должны рассмотреть следующие вопросы. Значит, первое – понятие о молекулярных маркерах, виды молекулярных маркеров, составление генетических карт с помощью ДНК-маркеров. Первоначально, что такое молекулярные маркеры? Это значит, маркеры или ДНК-маркеры, характеризуемые высокой информативностью, специфичностью, полиморфичностью и лёгкостью для проведения молекулярных генетических анализов. Так, теперь мы ниже перечислим некоторые из этих молекулярных маркеров. Первоначально – это значит релепт-маркеры или разделение на фрагменты полиморфичных длинностей. Значит, с помощью этого маркера или метода рестриктация специального участка ДНК разрушает полидромные последовательности. После мутации, если изменяется последовательность основания, такие участки разрушаются действием рестриктаза. И наоборот, в некоторых случаях происходит проявление наиболее устойчивых участков к действиям рестриктаза. Недостатком этого метода является то, что посредством такого маркера можно обнаружить только доминантные наследования. Однако тут невозможно обнаружить гетерозиготного генотипа или гетерозиготного носителя. Так, теперь следующий наш маркер – это раппет-маркеры или случайное амплифицирование полиморфизма ДНК. Или ещё по-другому мы их называем полимеразные цепные реакции. Достоинством этого метода является случайная амплификация свободных олигонуклеотидов в коротких регионах ДНК. Значит, тут до 10 нуклеотидов считывается. Доходя до долгого участка, праймеры легко гибридизируются. Так, значит, раппет-праймеры соединяются к комплементарным участкам ДНК и начнут амплификацию в нужном направлении двух цепях. В праймеризацию входит в среднем около 1 млн пар оснований. Одновременно этим методом праймера в исходных участках ДНК можно производиться несколько продуктов ПЦР. Раппет-маркеры обычно используются в изучении генетической структуры популяции при составлении генетических карт. Так, значит, следующее у нас АФЛХ-маркеры или амплифицированный фрагмент полиморфической длины. Этот метод состоит из амплификационного и рестриктационного этапов и прежде всего работает с рестриктазными наборами, обычно 2, 4 или 6 пар нуклеотидов повторности рестриктаза. Образивающийся фрагмент присоединяется к адаптеру, затем адаптер с помощью праймеров амплифицируется. Далее в конце третьей штриха относительно 3-х свободных муклеотидов в сайте рестриктация с помощью адаптерного праймера селективно амплифицируется. Так, значит, с помощью этого метода можно будет найти неузнаваемую последовательность нуклеотидов, прежде всего количество СНП анализа. Применяя этого маркера в Институте генетики и экспериментальной диалоги растения была создана молекулярные генетические паспорта нескольких сортов хлачатника в авторстве Абдурахманова. Так, теперь у нас ещё есть микросателлитные или SR-маркеры. Это значит простые повторяющиеся повторности. SR-маркеры характеризуются полиморфичностью и этим отличаются от других маркеров. Микросателлиты даже близко родственных индивидуальных локусов выражают высокий полиморфизм. Микросателлитные последовательства обычно динуклеотидные, это значит одинин-цитозин или одинин-гуанин. Или тринуклеотидные, значит цитозин, гуанин-гуанин или гуанин-цитозин-цитозин, а также тимин-цитозин-тимин. Бывают тетрануклеотидные, значит тимин-одинин-тимин и гуанин. Это N обычно указывает количество повторностей микросателлета внутри локуса. Растительным организмом и высокопроводящимся является микросателлете аденин-тимин, а у животных аденин-цитазин. Использование микросателлетов, по мнению многих авторов, из-за стабильности микросателлетов их можно использовать в популяционных анализах, даже при докталоскопических исследованиях, то есть на судебно-медицинских экспертизах. С участием микросателлета проведён ряд исследований относительно картирования генома при определении ОЛТ локусов некоторых селхозрастений. В нашей стране также с использованием таких систем и маркеров проведён ряд исследований по хлопчатнику с помощью СР-маркеров под руководством Абдурахманова. Так, значит, следующий у нас маркер, это КАПС-назвами, то есть полиморфизм разрушенного амплификона. Метод определяемого фрагмента, разрушаемого спецфермента, производится ФЦР-амплификацией. Для этого нужен ген, то есть клонируется и секвенируется. Затем определённый участок последовательности на базе данных интернета СР-маркеров сравнивается для определения СР-рестрикционного сайта. Если СР-существующий с рестрикцией с режиссией, то можно будет создать маркер. Наоборот, если продукт не существует в рестрикционном сайте, тогда СР-маркер искусственно вводится в рестрикционный сайт, и он называется. Так, несмотря на дидаскетки этого метода, оно широко распространено. Следующий у нас маркер СТС, называемый секвенируемые сайты, или уникальные короткости последовательности ДНК, который охватит от 200 до 500 повторных оснований. СТС-последовательности применяются в определении генетического полимарфизма, а также в анализах зонтной колонализации. Таким образом, мы можем отметить, что маркеры геномных исследований имеют свои положительные и отрицательные стороны. Поэтому использование молекулярных маркеров геномных исследований требует глубоких знаний исследователя, а также финансового обеспечения научно-исследовательских работ. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...